Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет такой бомжовский завтрак, так скажем. Все самое любимое. Это шаурма и бигпоун. Сочетание просто обалденное. Если вы никогда не пробовали эти два вкуснейших продукта вместе, то обязательно стоит прямо сегодня это сделать. Также здесь у нас сникерс и чашечка чая. Давайте приступим, не будем терять ни минуты. Сегодня буду отвечать на ваши интересные вопросы, которые вы мне позадавали в инстаграме. Один из этих вопросов, давайте не будем терять время и сразу начнем. Задает Кристина. Она спрашивает про медиа-сети, которые есть у нас в ютубе. То есть стоит ли переходить на какую-либо медиа-сеть, либо просто забирать свой заработок с ютуба. Я не особо глубоко мыслю в этом вопросе, потому что у меня нету партнерской системы, я не пользуюсь ею просто. И однажды у меня уже был канал, который я вела лет 5 назад. Я тогда была на первом курсе. И вот тогда мне написали о том, что вот ты можешь подключиться к медиа-сети и зарабатывать больше денег, больше дохода. Это была компания BoomAir. В чем заключается суть? На твоих видео появляется больше рекламы, более дорогая реклама. И ты зарабатываешь больше, но взамен, по-моему, 30% дохода ты должен отдавать этой медиа-сети. Это как у певцов-продюсер, что-то такое. Они типа помогают тебе выбирать интересные темы для видео, там какие-то идеи подбрасывают. Но мне, клянусь, из-за этого пришлось просто закрыть канал. Я подключилась как бы к медиа-сети, а потом хотела отключиться. И вот отключиться никак не получалось. Я им писала, они мне ничего не отвечали по этому поводу. То есть один раз типа ты подключился, и все по жизни ты должен... ...работать с ними. У меня тогда был канал на азербайджанском языке. И меня это бесило, что теперь до конца жизни я должна работать с ними. Я хотела закрыть этот канал, открыть другой, заново. Хотя на этом канале у меня уже было, не помню, около 1000 подписчиков. И было немного обидно. Но, с другой стороны, было еще обиднее начинать от начала все это дело. С другой стороны, я думала, что если я продолжу, например, снимать, у меня будет еще больше подписчиков. И с каждым днем все обиднее и обиднее будет терять этот канал. Поэтому такие вот дела. Но есть и куча плюсов. Там медиа-сети. Если у тебя украдут канал, они тебе помогут. Его восстановить. Там огромный спектр услуг, которые они оказывают. Но я лично предпочитаю просто работать в одиночку, так скажем. Без всяких этих помощников. Зачем оно надо. А как ты хочешь, решать тебе. Если у тебя небольшой канал, мне кажется, можно попробовать. Но если большой, то не стоит рисковать. Какая вкусная лапша. Это прям нечто. Очень-очень вкусно. А в сочетании просто с шаурмой. Волшебно. Следующий вопрос. Спасибо огромное за хорошие слова, которые вы писали под видео, где я показываю папу. То, что тикток я выложила в инстаграм. Честно, очень приятно. Я постаралась всем ответить. Большинству людей я, конечно, ответила. Но, конечно, всем, к сожалению, не получилось. Как-то так. И вопрос такой. Реакция папы, что парень не лезгин. Я сама лезгинка. И мой отец всегда говорит, что по-любому должна быть наша национальность. Он против других наций. Любых. Не в зависимости от того, мусульманин или нет. Я скажу так. Мой папа очень бы хотел, чтобы мой избранник был лезгином. Очень. В то же время он всегда говорит, что самое главное – это счастье, гармония. То есть, например, я найду тебе какого-то лезги, на который тебе вообще ни к селу, ни к городу. Единственное, папа против, когда между парнями и девушками, которые, например, женятся, создают семью. Большая разница в материальном плане. Например, девушка из очень богатой семьи, парень какой-то бедный, например, или наоборот. Папа всегда был против этого. Хотя я считаю, что если нормальная семья, но есть любовь, что здесь такого? Папа всегда говорит, что счастье, оно не заключается в деньгах. Вот мы с мамой всю жизнь счастливо живем, хотя мы никогда не были супер богатыми. И вот эти вот дорогие сумочки, яхты и все дела – не в этом во всем счастье. На нормальную жизнь можно заработать. А вот эти вот все побрякушки, они не нужны для счастья. Я, наверное, соглашусь со своим отцом. Когда он узнал, что у меня появились отношения, папа был только рад. Но так он напрямую мне не звонил, не спрашивал, как там твой хахарь поживает. Папа спрашивал у мамы, ну что там, как. Папа безумно любит детей, и он хочет, чтобы у него появились внуки. Поэтому, естественно, он счастлив за меня, если у меня все хорошо. А то, что лесгин не лесгин, это его как бы сильно прям не волнует, на самом деле. Изначально волновало, но потом, со временем, у нас есть один родственник. Он выдал двух дочерей замуж. Одну за лесгина. А другую за чеченца, по-моему. Наполовину он чеченец, наполовину азербайджанец. В общем, парень такой видный. Когда девушка выходила замуж за чеченца, немножко все родственники были как бы против не нашей национальности и все дела. Чеченцы такие жесткие, такие все в лилизии. А сейчас объективно со стороны я смотрю и на ту, и на другую свою родственницу и понимаю, что та, которая вышла замуж за лесгина, она несчастлива. А та, которая вышла за чеченцей, она очень хорошо живет. И это не значит, что наши лесгины плохие. Дело в том, что все зависит от человека. Я очень люблю свою национальность. Очень. Меня они всегда очень поддерживают. Когда я только начала снимать видео, мне столько лесгинов писало, что Алька, мы тебя поддержим, молодец. То есть очень сплоченный народ, на мой взгляд. В общем и целом, то есть нация не играет такую большую роль, как мама была подруга. И она выдала свою дочь за русского. Много таких случаев происходит. Так что главное, как они. Я давно уже их не видела, но на тот момент, еще когда мы там жили, у них было трое детей. И они жили абсолютно счастливо. Так что это все ерунда, ребят. Если любите, если хотите быть вместе, ничего вам не помешает. Я так думаю. Даже мнение родителей, не знаю. Оно не настолько важно, если между вами гармония. Следующий интересный вопрос, который я подобрала. Айка, как ты считаешь, друзья должны говорить об ошибках своих друзей? У меня есть подруга, когда я ей говорю, что она что-то делает не так или одевается неправильно. Она очень сильно на меня обижается. Я раньше считала, что обязательно нужно говорить своим друзьям. Иначе какой же ты друг, если ты... Не говоришь, что здесь ты сделал что-то не так. Я считаю, что нужно говорить свое мнение только в том случае, если вас спрашивают. То есть, если тебя спрашивают, что как ты думаешь, это вот с этим сочетается, ты можешь сказать, что да или нет. Вообще мне не нравится это сочетание. Этот цвет тебе вообще не к лицу. Но если тебя не спрашивают, и каждый раз ты как в каждой бочке затычка суешь свое мнение, оно не надо. Я когда только завела свой канал, спрашивала у некоторых своих подруг, с которыми сейчас уже не очень общаюсь. Ну так, только привет, пока. Я спрашивала, ну как тебе, например? И подруги честно говорили, мне кажется, Айка, ты занимаешься ерундой. Ну не получится у тебя набрать аудиторию, как-то ну не твое это. И это не потому, что они пытались засунуть палки в колеса. А просто это было их мнение на тот период. Сейчас я смотрю, что одна из этих подруг начала вести канал про вязание. Ну у нее круто получается. Я всегда говорила, что вязание это такая тема, но которая сейчас не особо всем заходит. Но она просто себя показывать не хочет. стесняется. Просто вяжет. У нее в кадре только руки. И все сверху записывает звук. Опять же, я ей говорю, когда она меня спрашивает, что Айка, вот как ты думаешь, как у меня получается? Я говорю, что у тебя получается обалденно, занимайся, но вязание это такая тема, которая, знаешь, особо много просмотров не набирает. Это, например, сейчас вот косметика. Раньше на ютубе косметические видео, не знаю, бьюти-блоги набирали миллионы просмотров. Сейчас уже очень сложно продвинуться. Во-первых, людям как-то уже надоело. Косметика, косметика, косметика. Меня тоже не особо набирает. Я вот сегодня утром выложила видео инвентаризации косметики. Очень мало набирает. И я знала, что будет мало набирать. Просто хотела какое-то разнообразие внести. В общем, ребят, на этом все. Было очень вкусно. Обалденное сочетание. Обязательно попробуйте. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мой канал, дабы поддержать меня. Всех люблю. Пока.